Приветствую вас! Вы знаете, я сначала отвечу вам на вопрос, который вы задаете, а потом дам свои комментарии к тексту, который вы написали. Мне кажется, в нем есть моменты, которые надо обсудить, но есть аспекты, которые нужно отметить и вообще есть что прокомментировать. Но для начала ваш вопрос. Можно ли вывести мужчину из этого состояния? Как вывести мужчину из этого состояния? Спрашиваете вы. И, на мой взгляд, есть у вас, как это не парадоксально, два варианта. Вариант первый заключается в том, что вы просто доносите ему и говорите ему, что вот так и так. Я поняла, например, что к ребенку ты не готов, что у ребенка я буду воспитывать одна, ничего страшного, как бы в этом нет. Вот. Значит, от тебя я ничего не жду, от тебя я ничего не хочу. Вот. Значит, ты мне ничего не должен. Ну, если мужчина действительно переживает из-за этого, то я полагаю, что скорее всего, ему этого будет достаточно для того, чтобы успокоиться. Если вы ему подобное говорили и не помогло, значит, мужчина переживает из-за чего-то другого. А именно мужчина переживает из-за того, что вы его якобы использовали. И здесь уже вы сделать можете, ну, что-либо вряд ли. Потому что, если человек склонен думать какие-то вещи, да, если человек склонен считать, что его использовали, то, в первую очередь, такой человек, как это не парадоксально может быть звучит, но в первую очередь, такой человек использовал именно сам себя. То есть, такой человек, как правило, вредит, вредит именно сам себе. И здесь вы уже ничего не сделаете. То есть, вам по-хорошему надо принять, что мужчина вот такой, что позиция у него вот такая. Изменить вы это не сможете. Есть еще вариант, конечно же. Это вариант общаться с ним. Взаимодействовать. Вот. И дать понять, что, например, ну, допустим, допустим. Дать понять, что вы все-таки, все-таки настроены к нему, ну, скажем так, позитивно. Что вы все-таки сегодня использовали, что все красиво, все красиво. То есть, что он вам по-прежнему нравится, что он вам по-прежнему нуден и так далее. Вот. Конечно, позиция это такая поддерживающая. С учетом того, что вы сами беременны, это позиция, может быть, вам подходит не очень. Вот. Но, как вариант, в принципе, вполне себе. Я думаю, что вы уже догадались, что здесь что-то не так. Что-то не так с вариантами. Что-то не так с вариантами потому, что ни один вариант не дает, по сути, какого-то вот стопроцентного результата. Да? Вот. Что-то не так потому, что этот человек, это другой человек, это не вы. Вот. Понимаете, какая история? То есть, это, по сути, дело, его выбор. Его выбор так переживать, его выбор так страдать и так далее. И вы не сможете на это повлиять. Особенно, если он не в роте, как вы говорите, но об этом я скажу еще. Вы не сможете это изменить, при всем желании. Человек так поступает, потому что ему это нужно. Все. Больше вариантов нет и быть не может. До тех пор, пока вы, пока именно вы пытаетесь ему, грубо говоря, ну, например, помочь, до тех пор, пока вы пытаетесь что-то для него сделать, до тех пор, до тех пор, у человека не будет мотивации, а, значит, что-либо менять. Понимаете? Потому что, подобный кризис, не связан с вами. Подобный кризис, кризис связан, ну, ну, как правило, с другой позиции. Как правило, такой кризис связан с жизненными ориентирами мужчины, с его отношением к себе, с его жизненной позиции. И к вам отношения не имеет. Поэтому не вам это и менять, в данном случае. Таким образом, если вы реально, если вы вот прям реально и действительно хотите ему помочь, да? То не нужно его спасать. Категорически. Вот, спасать его категорически не нужно. Чем больше вы его будете спасать, тем больше он будет погрязать вот в этом всём, в чём он находится сейчас. Понятно, да? Теперь, теперь, я, с вашего позволения, прокомментирую ваш текст. Потому что, мне кажется, это очень важно, очень важный момент. Знаете, какое у меня возникло чувство, когда я читал вашу историю? Чувство у меня возникло такое, что я читал рассказ родителям, которые переживают по поводу того, что его ребёнок не сделал то, что он хочет. Ну, или хотела от него. Изначально. Вот. Вот такое у меня возникло ощущение, когда я читал ваш текст. Почему такое ощущение у меня возникло? Потому что, вы изначально относились к мужчине, как к ребёнку, а сами занимали по отношению к нему позицию родителям. Со всеми, со всеми, напрямую вытекающими отсюда, с последствиями. Какие? Сейчас расскажу. Ребят. Вы пишите, я познакомился на сайте с мужчиной. Пишите вы. Ну, здесь уже есть тонкость, что вы познакомились с мужчиной на сайте. То есть, не в реальной жизни. Не связано это с тем, что вас, грубо говоря, ну, объединяет, связывает и так далее. А именно на сайте. То есть, это означает, что, ну, скорее всего, вы пытались, хотели познакомиться в реальной жизни, когда-то у вас не получилось. Вот, теперь ваша активность социальная недостаточно большая, и вам негде больше знакомиться, кроме как на сайте. То есть, для чего-то на сайт вы и пришли. Теперь, Ольга, внимательно послушайте и подумайте. Если люди идут на сайт не от хорошей жизни, да, это означает, что у них уже что-то не так, это означает, что у них уже что-то не складывается, то могут ли эти люди выстраивать адекватные и здоровые отношения? Могут, конечно, но это бывает очень резко. И подвергать себя такому риску, каким вы, например, подвергаете себя, какому вы подвергаете себя, то это абсолютно неоправданная история, потому что, ну, вот здесь, например, в данном случае, знакомиться на сайте с мужчинами, вы, по сути, не ожидали, что он вот так себя будет вести. При этом вы игнорировали, в том числе и свои определенные проблемы, да. Но, опять же, связано это с тем, что вы пришли на сайт, связано это с тем, что вы изначально решили, решили знакомиться на ресурсе. То есть, это был ваш выбор. Это означает, что априори с мужчиной вас ничего не связывало. Вот. И это серьезная проблема. Это очень серьезная проблема для отношений. Да, вы говорите, что вам хорошо вместе, да, вы говорите, что вы шутите вместе, и т.д. про это я еще скажу. Но, все равно, знакомство на сайте, к сожалению, ни в коем случае не означает, что между вами, что у вас есть много общего. Дальше. Идем. Значит, живем в разных городах, да, то есть, в своем городе вы, мужчина, что, найдя чая у нас, а мы видим уже. Ну и казалось, что мы идеально подходим друг другу. Вот это только вы говорите о себе. То есть, то вам казалось, что вы подходите друг другу идеально. Например, помимо вас, есть еще и другой человек. Помимо вас, есть еще и мужчина. И вот, что казалось ему, это очень интересный момент. Ну и еще раз. Вам казалось, что вы идеально подходите друг к другу, идеально подходить друг к другу не могут, это большая редкость и, как правило, действительно идеал, к которому стремятся люди. То есть, если вы вместе путешествовали, много общались и шутили, ни в коем случае не означает, что вы были на одной волне. Потому что общаться хорошо могут все люди, у которых есть более-менее развитые навыки общения. Ну вот, шутить могут также все люди, у которых скользкое чувство юмора, ну а путешествовать можно, если вам вместе хорошо. Особенно есть лечение, в том числе и сексуальное. Поэтому, в данном случае, вряд ли можно говорить, что путешествие, общение и чувство юмора, являются показателем того, что вы на одной волне. Но вам это казалось, значит, вы этого хотели. Вы хотели, чтобы он идеально вам подходил. Вот такой вопрос. Какова была и значительная цель ваших отношений с ним? Дальше. Он дал вам понятие, что ты настроен серьезно и не против детей. Поскольку вы здесь не приводите информации о времени, сколько времени вы вместе, сколько времени вы встречаетесь, что вас, ну, сколько времени вы знаете друг друга. Вот. Я скажу, что по впечатлениям, по впечатлениям, по временному промежутку, вы спешите. То есть, мужчина спешит проговорить, что не против детей. То есть, кто за этим стоит? Вот вы говорите, что человеку далеко за сорок. Если у него за это время, за это, ну, в этом возрасте нет детей, то о чем-то это говорит. Говорит либо о том, что он детей не хочет, либо о том, что он детей боится, либо о том, что он детей не может. Ну, понятно, что детей не может, это не ваш случай, но, тем не менее, тем не менее. То есть, как минимум странно, что человек за сорок, да, не был жена и без детей. И вы почему-то решили, что именно с вами он захочет и семью создать, и детей родить, ну, замести. Ну, это, вот эта вот вера, знаете, в такую собственную исключительность. Какая прямая воля, что вы считаете себя самые-самые, вы и есть самые-самые. Но, понимаете, что и люди считают себя тоже самыми-самыми, все. И меняться для другого человека, тем более, если тебе за сорок, ну, мало вероятно. Значит, смотрите, вы пишите, он давал понять, что настроен серьезно и не против детей. Значит, что для вас это значит? Вот именно для вас все означает, что он настроен серьезно и не против детей. Именно вы воспринимали это как. Заметьте, он не говорит, что любит вас. Заметьте, он не говорит, что он не делает вам предложение. Он говорит, что настроен серьезно и не против детей. Он не говорит, что и хочет детей. Значит, здесь вы любую неточность вы даете за желаемое. Вы детей хотите, если кто-то говорит, что он не против детей, это автоматически означает, что человек хочет детей. Почему так? В первых встречах говорилось, что если я буду ждать ребенка от него, заберет меня и будем вместе. То есть, а если вы не родите детей, если вы не будете ждать ребенка, то он вас, получается, не заберет и вместе вы не будет. У меня только один вопрос к вам здесь. Только мне кажется это чем-то странным. Только мне кажется, что здесь что-то не то. ничего не говорит о любви. Только мне кажется, что про любовь здесь как бы речь не идет вообще. Смотрите. Смотрите. Дальше. В итоге я сейчас беременна. То есть, Ольга, вы, ну как сказать, в 30 лет, даже в 32 года, возьмем так, для, ну для округления, округлим немножко. 32 года, вы забеременели от мужчины только потому, что он пообещал вас забрать. Правильно я понял ситуацию? Правильно я понял, понял момент. Скажите, а по какой причине вас, ну например, не озаботила такая история, что, допустим. чтобы сначала создать семью, чтобы сначала обжиться, как-то вот, ну, вместе, вот, пожить, посмотреть, как, чего. По какой причине вы завели ребенка, даже не создав отношения, даже не пожить вместе? Вот. Вот у меня к вам такой вопрос, важняка. Ведь, ведь совершенно очевидно, что здесь, здесь замешаны некие ваши желания, некие ваши патриотности, некие ваши, ну, переживания, некие ваши стремления. Стремления, ожидания, что вот, ребенок сказал, да, и ребенок должен сделать. Ну, вот вы так считаете, наверное, что если он сказал, что заберешь меня, ну, должен забирать, наверное. Иначе как объяснить такую вашу беременность. Если я понял, если мужчины изначально вам ставят условия, то мы будем вместе только преусловивать себя ребенком. А против, я к ребенку отношусь так, что я не против. Я не против ребенка, говорит мужчина. Понимаете? Не хочу. Он говорит, я не хочу. Он не говорит, что хочет ребенка, он говорит, что не против его. Понимаете? В чем дело. Дальше. Мне 33 года. Я всегда мечтал о счастливой семье и детях. Что это? Ваша основная цель была не в том, чтобы, допустим, развиваться, духовно расти и так далее. А ваша цель была найти семью и детей. Возникает вопрос, зачем вам семья и дети при условии, если вы сами по себе полноценны, если у вас с собой есть гармония. Да? Ну вот, согласитесь? Согласитесь? Почему вы всегда мечтали о счастливой семье и детей? Всегда мечтали. Значит вам это было для чего-то нужно? Значит вы чего-то, чего-то хотели? Через это. Для себя. Через это для себя достичь чего-то хотели. Чего? Что? Что вы хотели. Для себя. Получить. Понимаете? И так далее. Ну вот это важные моменты. Очень. Это очень важные моменты, это очень важные детали. Это очень важная история. То есть вы через мужчину просто реализовали свои мечты. Верно? То есть вы всегда хотели, да? Детей. Вы получили детей? Разникает вопрос. А так ли мужчина не прав, говоря о том, что вы его использовали? Но если вы всегда мечтали, то вот появилась возможность свою мечту реализовать, вы ее реализовали. При том, что мужчина вам ни в коем случае не давал понять, что он вас поддержит, что он вас примет и так далее. Дальше. Так. Когда сообщил мужчине, у него был сильный шок. Что настраивать на прекращение беременности? Ну, в принципе, человек. Не уверен в том, что не уверен в себе. Чувствует, что не готов. Опять же, здесь проявляется то, что он изначально был не готов. Вот. Ага. Ну, в силу, в силу того, что ему за сорок, да, а детей у него нет. И сейчас это стало проявляться. Но только вы оказались не готовы к этому, судя по сути. Вы говорите, я на такое не могу пойти с моральной точки времени, неизвестно, смогу ли я после этого иметь вообще медицину. «Ольга, здесь, конечно, не мне вас учить, но моральные соображения в таких делах, в таких вещах, как вот дети, моральные соображения, где только вредят». Никому не будет хорошо, если ребенок родится, а у него будет, например, неполноценная семья. Вот. Ну, правда, никому не будет этого хорошо. Ребенку, в том числе. Поэтому здесь, здесь, вопрос. Опять же к вам. Почему вы так боитесь, что не сможете иметь детей? Ну, не сможете иметь детей. Если встретите адекватного мужчину, то можно решить вопрос. Почему для вас так важно? Иметь детей. Понимаете? Чем это для вас так важно? Вот это то, что я хочу для вас донести. Вот эту мысль хочу для вас донести. Дальше. Сейчас у мужчины депрессия. Говорит, что хочет защитить меня. Не проснуться, то есть в этой ситуации испортил ему стыжить. Для ребенка он якобы не полюбит. Значит, отношения закончились. Якобы в последнюю поездку на отдых. О чем я не знал. Значит, общение проснулось. Им последовало на позитивной волне. Ну понятно, что мужчина здесь просто бежит. Уходит от ответственности. Да? Ему просто нужно теперь уже все повернуть себе на пользу. В общем-то. Вот. То есть это... Я не думаю, что это правда. Вот. Что ваше отношение закончилось тогда. Скорее он это все придумал. Но! Но! Ключевой момент не в этом. Ключевой момент в другом. Ключевой момент в том, что вы воспринимаете его слова, скорее всего. Ну, я бы сказал, не серьезно. Тут опять же у меня возникло ощущение, я возникло ощущение, что вы ведете себя здесь как родители. Вот. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться, конечно. Может быть в действительности вы занимаетесь, занимаете детское положение, по отношению к нему. Я не знаю. Но исходя из того, что вы написали, исходя из того, что я видел, это точно отношение неравнобравное. И совершенно однозначно, что действуете вы, вы в этой ситуации для себя. Не для него, а для себя. Я не говорю, что это обязательно плохо. Но просто вы в этом как бы себе не признаетесь. И не хотите взять ответственность за свои желания. Так. Он сидит дома, взял несколько дней отпуска, пьет им очень плохо, не хочет жить, говорит, что я его использую для рождения ребенка. Ну а вы как к этому относитесь? С твоей стороны, я уже морально готов, что буду воспитывать одна ребенка. Мужчине, к слову, далеко за сорок. И что? Женать не был без детей. И что? И что дальше? К чему вы это написали? Уважаемый психолог, есть ли выводы мужчины из депрессии? Ну, если у него действительно депрессия, то есть депрессия как заболевание, именно, то ему нужен врач. Ни вы, ни кто-либо другой из депрессии его не выводит. Если у него прямо именно депрессия. Если у него депрессивное состояние, то наиболее, наиболее вероятно, то в таком случае ему нужно сразу обратиться, к психологу для помощи. Не вам, не вам ему помогать, а ему самому. Пока, лучший случай, что вы можете сделать, да, это оставить его, собственно говоря, в покое. Потому что, чтобы вы ему не сказали, что вы у него ассоцируетесь, ну, исключительно с ребенком. Вот. Значит, значит, с чем-то негативным. для него. А это значит, что, что бы вы не сказали, что бы вы не сделали, как бы вы себя не вели сейчас, ему, скорее всего, будет все равно. Возникает другой вопрос. Зачем вы хотите вывести своего мужчину из депрессии? Если вы говорите, что смирились с тем, что будете воспитывать ребенка одна, то зачем выводить мужчину из депрессии? Тогда он не находится, ему это нужно. Ну, может быть, у него такая защита, может быть, его это устраивает, может быть, ему это нравится, да, какая разница. Вам-то зачем его спасать? Вам-то зачем что-то для него делать? Вот. То есть, для чего это лично вам нужно? Поймите, пожалуйста, что, опять же, да, что я вас, да, не обвиняю. Я вас не обвиняю. Я хочу просто, чтобы вы адекватно понимали историю, понимали ситуацию, понимали, что происходит, что вы разграничили себя, свои желания и его желания. Только так вы сможете быть счастливее. Вы спрашиваете про мужчину, но вы, тем не менее, сами нуждаетесь в помощь. Ну, по моему, например, мнению, вот. Вы говорите, что мужчина явно невротик. Мужина, если он действительно невротик, стал невротиком задолго до вас, скорее всего. А это значит, это значит, что не вам его из этого состояния невротического выводить. Понимаете? Это задача для специалистов. Другой вопрос. Почему вы не допускаете того факта, что может я ошибаться и что мужчина невротик? То есть, вот у вас такое впечатление, ну, вы прям уверены в том, что он невротик. А с чего и почему вы так уверены? Кстати, неврот ли у человека или нет, нам может определить только врач и только при непосредственном взаимодействии с человеком. А то, что вы называете его невротиком сейчас, это лишь ображает, ну, ваше собственное мнение. Можно ли назвать ваше мнение профессиональным? Даже если вы правы, даже если вы правы, все равно есть что-то в том, как вы описываете мужчину, родительски, а так отношения не строят. Понимаете? Понимаете? Вот в таком ключе отношения не выстраивают. Вы понимаете? 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 У вас равенство. Я не видел, не увидел. Я не увидел. Вот. Вы меня простите, пожалуйста, да, если я что-то неприятное вам говорю и так далее, но я не видел у вас равенство в отношениях, в отношениях. Я увидел то, что вы хотели изначально семью детей, вы активно к этому стремились и вы по этой причине выдавали желаемое за действительность. Вряд ли вас можно за это винить. На самом деле, никто вас за это винить, в общем-то, и не будет, ибо это не по нашей части, кого-то винить. Но указать вам на то, что вы делаете не так, да, указать вам на ваши ошибки, вполне можно, что я и сделал. Вот. Поэтому смотрите, изучайте, делайте выводы, делайте выводы и уже исходя из этого принимаете решение. Вот. Но вы для мужчины не родитель, вы для мужчины даже не жена, да? Ну, чтобы его, там, грубо говоря, учить, да, и спасать и прочее. Больше думайте о себе. И вот это вот противоречие, которое у вас есть, что я вроде бы смирилась с тем, что буду ребенка воспитывать одна, но мужчину, мужчину все равно хочу вывести из, ну, из депрессии. Вот. Это, конечно, надо бы исследовать. Потому что подобное противоречие, оно может иметь скорбь, глубокую. Если думать, что у вас чувство вины, да, например, мол, ух, неужели это из-за меня, неужели это я, что спешу вас разъявить, вы ни при чем. Потому что у мужчины это началось задолго до вас, и к вам никакого отношения вообще это не имеют. Понимаете? Но если у вас есть чувство вины, если у вас есть чувство вины, то от него надо освободиться. Ну и, кстати, в таком случае, ваше поведение, вот, вот, ваши моральные нормы, которыми вы, которыми вы следуете, вот, приобретает, ну, костюм, другое значение в таком случае. По моему мнению. По моему мнению. По моему мнению. Столько. По моему мнению. Вот. Вот это, то есть я могу вам сказать. Вы пишите, что все равно остались какие-то чувства к нему, Ольга. Ольга. Опять же. Здесь есть противоречия. Понимаете? То есть противоречия в каком-то смысле. Я верю в то, что у вас остались к нему чувства. Ну, какие это чувства? Чувства любви? Вряд ли. Вряд ли это чувства любви. Почему вряд ли любовь? Да потому, что вы ведете себя так, что может быть у вас к нему есть любовь, но эта любовь изрядно приправлена вашими желаниями. Вот. Собственными. Например, вашим стремлениям к семье, детям и так далее. И подобное нереализованное сама вам будет только мешать. Вот. Ибо, ибо я уверен, что вы надеетесь, надеетесь, что вот вы видите, вы видите вы мужчину из депрессии, он будет с вами. А если не будет? А если он все равно не захочет с вами быть? А если он вообще с вами общаться не будет и взаимодействует? Что тогда? А ведь это вполне реально. Поэтому вы, вы подумайте, для чего вы это делаете. Ну вот. Что, что, то, что делаете, для него или для себя? А ребенок вам зачем? А зачем? Для себя или для ребенка? Вот вы хотите, вы говорите, что, хотите, ну, хотите, ребенка растить одного. А зачем? Для себя вы хотите это дело? Или для него? Для ребенка. А можете ли вы дать ребенку все, что ему нужно? Одно. Да. Как минимум, вы не можете дать эмоции. Да. А это вот открыет. Так и, возникает вопрос. Да? И что? Тогда? я не предлагаю вас, делать аборт, или, что-то в этом роде. Вы не подумайте. Но я хочу, чтобы вы, что-то, 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 отнеслись, с ребенком, к этой истории. И чтобы вы, руководствовались, а-а-а, именно желанием сделать ребенка счастливым. Чего я напомню, сейчас, вы не можете, на данный момент. Тогда ребенок будет счастлив. А так, в противном случае, все будет хорошо, только до тех пор, пока ребенок соответствует вашим предоставлениям. Вообще, это очень больная тема. Скорее всего, ваши представления. То есть, вы вот, как если изначально, представляли, себе, семью мечтали, о семье, и о ребенке. Вы продолжаете мечтать, о семье, и о ребенке. А если реальность окажет не такой, как вы ее видите, что тогда будет? Понимаете? это очень важный момент. Очень важный момент. Поэтому я рекомендую вам, все-таки, об этом обо всем, как следует, подумать. потому что родитель, должен, должен быть гармоничным. Родитель, должен, знать, куда он идет, чего он хочет, что ему нужно. Вот. И, как бы, отношения, его, ну, с партнером, да? Должны быть, хорошие, адекватные, справились проверенные. Понимаете? Сейчас тоже. Вот. А, в принципе, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот. Надеюсь, что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.